Именно так, наверное, вчера сборная Латвии чувствовала себя после игры со сборной России. Игроки уходили со льда просто в полном разочаровании. В принципе, этого было и, наверное, стоило ожидать. С вами снова я, друзья, и, как вы поняли, сегодня мы говорим о чемпионате мира по хоккей 2017 года с шайбой. Вчера у нас прошла игра сборной России со сборной Латвией. Игра была сумасшедшая, прессингующая. Сборная Латвия себя чувствовала так, как будто их давили бетонной стеной. Пришел русский медведь и просто нагнул, прогнул сборную. В игре со сборной Латвии на ворота от нашей сборной встал Илья Сорокин. И, как известно, то, что все его матчи, которые он играл за нашу сборную, он отыграл на сухую. И не исключением был и этот матч. Включились у нас в борьбу вновь прибывшие игроки из НХЛ. Это Евгений Кузнецов и Орлов. Которые, кстати, показали неплохую игру. Мне лично понравилось, как они играли вчера за сборную. Ну, а теперь давайте поговорим непосредственно о самой игре. И в конце своего видео я отвечу на важные вопросы от своих подписчиков. А теперь об игре сборной России со сборной Латвии. В первом периоде сборная России показала свою сумасшедшую игру, свою скорость, свой тотальный контроль над шайбой. Наша сборная все время находилась практически в зоне сборной Латвии. Сборная Латвии вообще не могла выйти со своей зоны, даже если они пытались и выйти, доходили до нейтральной зоны. Если даже им удавалось войти в нашу зону, то им вообще ничего не удавалось. Наша же сборная просто их, как большой медведь, зажал их в углу и не давал вообще ничего сделать. В первом периоде у нас отечился защитник. Киселевич прямо от синей линии на седьмой минуте 50 секунд щелканул так, что шайба улетела аж в верхнюю девятку в ворот сборной Латвии. Это уже четвертая шайба от наших защитников на этом чемпионате. Опять же, ошеломительный прессинг нашей сборной давит так, что сборную Латвии уже просто становилось жалко. И каждый момент, каждая попытка нашей сборной, каждая атака заканчивалась чуть ли не внесенной шайбой с мясом. Такой момент был, когда Ничушкин несся на ворота, просто с мясом хотел затолкать шайбу. Вратарь сборной Латвии уже сел на задницу, возле ворот уже образовалась куча мала, и игроки сборной Латвии начали защищать своего вратаря, и тут у нас уже пошла стычка между Кузнецом и 96 номером сборной Латвии. Потому что сборной Латвии уже ничего не оставалось, кроме того, как только вступать в какую-нибудь драку, чтобы вынести нашего игрока. И так случилось, что у нас было обоюдное удаление со стороны двух сборных, и играли мы 4 на 4. И тут после броска Плотникова, шайба недалеко отскакивает от вратаря сборной Латвии. Опять же, куча мала возле ворот, и Иван Телегин, увидев эту шайбу, аккуратненько ее забрасывает в ворота, и в этот же момент ворота у нас сдвигаются. Арбитр показывает, что шайба в воротах, гол засчитан, таким образом, счет 2-0. Но тренеру сборной Латвии этот момент не понравился. Очень спорное решение, тут же поступил видеозапрос на помеху вратарю. Судьи Пукумекли Пукумека смотрели видео и засчитали хороший 100% гол. Счет 2-0 в первом периоде. И начинается второй период. Вот только вот начался второй период, вот только сборная Латвии подумала, что мы успеем что-то сделать, сможем отыграться. Ни хрена подобного. Ва, прошло каких-то 57 секунд. Кучеров, пас Панарину, Панарин, пас на правый фланг, на Местникову. И счет у нас 3-0. Очередной гол от сборной России. Красавчик на Местников забросил шайбу верхом. Великолепный гол. Злится, злится сборная Латвии, потому что все-таки им удалось сделать парочку таких вот опасных моментов в сторону ворот Ильи Сорокина. Был хороший выход двое на одного, но Шипачев сыграл роль у нас защитника и не дал пройти пасу на правый фланг игроку сборной Латвии. Шайбу он все-таки увел. Молодчик. Латвия опять в жопе. Не удалось сборной Латвии сделать свой, реализовать момент опасный. В нашей сборной тоже был великолепный шанс Звина Шипачева. К сожалению, гол не получился. Гусев внесся по левому флангу. Передавал великолепный пас на Додонова. Что-то пошло не так. И Додонову не получилось реализовать гол. Обидно. В конце второго периода наш игрок был удален. Наши были в меньшинстве. И где-то буквально в сборной Латвии ничего очередного хорошего не получилось. И где-то за последнюю минуту до конца второго периода Кучеров забрасывает четвертую шайбу в ворота сборной Латвии. Его ассистентами были Панарин и Белов. И счет у нас к концу второго периода 4-0. Третий период начался. И наша сборная немножко сбавила свои обороты. Здесь, конечно же, у сборной Латвии появились небольшие шансы. Было парочку острых контратак. Но зарабатывает у нас сборная Латвии только утоление. И тут же наши в большинстве. Звено Шипачева от великолепного паса Гусева забивает пятую шайбу в ворота сборной Латвии. Наш капитан Белов. Напоминаю то, что Мазякин у нас выбыл, к сожалению, на весь чемпионат. Из-за травмы после столкновения с игроком сборной Германии. Желаем ему здоровья. Зуб у нас на пятой минуте 22 секунды тоже был удален. У него высоко была поднятая клюшка. Клюшка прилетела в лицо. То ли в глаз, то ли под глаз. Было больно. Сборная Латвии у нас осталась в большинстве. И ничего, ребят, нифига не получается. Красную машину не одолеть. Как высказался сам Третьяк. То, что игра нашей сборной ему напомнила именно ту игру нашей сборной. Еще в советское время, когда на воротах был сам Третьяк. Очень приятно, конечно, слышать от него эти слова. Будем надеяться, что наши ребята будут доказывать и доказывать, что красная машина это красная машина. И заканчивается у нас матч со сборной Латвии. И счет 5-0. Сборная России в очередной раз одержала победу на этом чемпионате мира. Еще ни разу наша сборная еще не проиграла. На этом чемпионате мира. Илья Сорохин вышел в очередной раз с Сухим. С очередного боя сборных команд. Чего желаем ему и в дальнейшем заканчивать матч на Сухую. И лучшим игроком в этой встрече со сборной Латвии признан наш капитан Белов. А сегодня же, ребята, мы играем серьезный матч со сборной СССР. Будем болеть все вместе. Смотрим и будем надеяться, что все будет хорошо. А теперь, друзья, отвечаю на вопрос от своих подписчиков. А вопрос звучал именно так. Куда ты пропал и почему нет обзора на игру сборной России со сборной Словакии? Друзья, об этой игре я могу сказать только одно. Всех с победой. Счет 6-0. Наши одержали победу. Но саму эту игру я не смотрел. И поэтому я не могу рассказывать о том, чего я лично не видел. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чтобы, если потом кто-то что-то будет спрашивать, я мог доказать, либо рассказать об этом. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем хорошего настроения. Всем удачи во всем. Смотрим и болеем за нашу сборную. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok